За налоговый период прошлого года общая сумма взносов составила 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Это на 6,5% больше, нежели годом ранее. Имущественный налог сегодня оплатили почти 50% рязанцев. Уже не первый год реквизиты платежных документов содержатся в самом налоговом обдомлении. То есть платежные документы отдельно печатаются и управляются налогоплательщику. Небольшое изменение произошло в этом году в связи с введением единого налогового счета. Теперь по каждому налоговому обязательству уплачивать налоги не нужно. В налоговом уведомлении содержится один QR-код, по которому необходимо выполнить один платеж. От уплаты транспортного налога за 2022 и 2023 год освобождаются участники специальной военной операции. Закон об этой льготе Рязанская Государственная Дума приняла этим летом. Кстати, основной тренд последних лет – это электронное взаимодействие налогоплательщика и УФНС через личный кабинет. Подробная информация об объектах налогообложения с различными характеристиками. Есть возможность посмотреть и сравнить, какая же информация содержится в информационных ресурсах налоговых органов. И, собственно говоря, оценить, да, вдруг что-то, какая-то затралась неточность, есть возможность сообщить об этом. Что касается подключения к нашему сервису личный кабинет налогоплательщика, основной способ, который мы рекомендуем и который наименее, скажем так, затратенный по времени, да, и, в принципе, очень прост, это вход с помощью учетной записи портала Госуслуг. Во всех налоговых инспекциях Рязанской области 10 и 11 ноября пройдет день открытых дверей. Специалисты ответят на все вопросы исчислений и уплаты ежегодных имущественных платежей.